Как я отыграл турнир Galaxy Cup 2.0 Ола Амигос, на связи Матвей, вчера прошел самый долгожданный турнир в Fortnite, предназначенный исключительно для игроков на Android, а именно Galaxy Cup 2.0. Событие произошло крайне громкое, так что просто не имею права его пропускать. Поэтому сегодня в этом видео я вам расскажу, как прошел турнир Galaxy Cup 2.0, что на нем было, как его отыграл лично я и как его отыграли одни из лучших игроков Fortnite на Android. Грубо говоря, просто подведем итоги турнира. Будет мега интересно, поэтому ни в коем случае не переключайтесь. Ну а перед тем, как мы начнем, хочу обратиться лично к тебе. Мой дорогой зритель, если ты впервые на моем канале и тебе хоть немного интересна тема с Fortnite Mobile, то обязательно оформляй подписку, потому что в наши дни мобильный Fortnite постепенно умирает и только твоя подписка на этот канал сможет все исправить. Также обязательно поддерживай наше единственное мобильное сообщество игры в ежедневном магазине Fortnite. Тег автора Motivcar смело води, покупай исключительно с ним. Ну а вот первый и рандомный комментарий из последнего видео на канале. Кстати, чем больше комментариев ты оставишь под этим видео, тем выше твой шанс попасть в следующий ролик. Поэтому спам разрешен. Надеюсь, вы меня поняли и теперь давайте наконец-таки перейдем к нашей сегодняшней теме. Уверен, такого вы еще точно нигде не слышали. Сразу хочу извиниться за свою дезинформацию в первом видео про Galaxy Cup 2, потому что я сказал, что турнир будет проходить в типичном нам формате, а именно Королевская битва, но на самом деле это был режим Арсенал. Как же проходил Galaxy Cup 2.0? Как я и сказал прежде, Galaxy Cup 2 проходил в формате Арсенала. Для тех, кто не в курсе, то в начале выдаются крутые легендарные пушки и с каждым убийством оружие будут меняться, а их качество падать. Ну и в самом конце нужно будет совершить один фраг со своей кирки. Кто первый пройдет эту линию, тот и выиграл игру. На сам турнир было выделено стандартные 3 часа времени и аж целых 25 попыток. В турнире могли участвовать только игроки на Android и да, геймпад было подключить нельзя. При попытке подключить геймпад вас просто не пускали в игру, ну а если вы его подключили уже в самой игре, то вас просто кикали. Для того, чтобы забрать скин, нужно было получить как минимум 280 ПТС. Я, к слову, набрал всего лишь 274, но об этом чуть позже. Это была общая информация, а теперь я расскажу все, как было на самом деле. Начнем с того, что я всегда не любил режим Арсенал, меня постоянно в нем убивали и победить в этом режиме мне удавалось крайне редко. А теперь представьте, какая у меня была реакция, когда я узнал, что именно в этом режиме будет проводиться турнир. Ну, ладно. Во-первых, было нереальное несоотношение игрового времени и выданных нам попыток. Выдано всего лишь 3 часа и 25 попыток на вашу игру. Чтоб вы понимали, ни один лучший игрок, который находится в топ 100 этого турнира, даже 20 игр отыграть не успел. Я считаю, это полный дисбаланс. Тут лучше было бы либо увеличить игровое время на 1 час, либо сократить количество попыток хотя бы до 20. Потому что из всего этого вытекает огромная проблема, по причине которой большинство игроков на этом турнире смогли набрать такое большое количество ПТС. Сейчас объясню. Допустим, ты запустил матч и играешь до его середины. Если ты видишь, что ты выигрываешь, что ты спокойно продолжаешь себе играть. Ну, а если ты видишь, что ты проигрываешь, что ты спокойно ливаешь из катки и подбираешь себе другой матч. Ну, а чё, попыток и так куча, ты их всё равно не успеешь отыграть за 3 часа. Вторая проблема – это сам режим игры. Арсенал – это максимально фановый режим игры, и он вообще никак не подходит для турниров. Потому что главную роль здесь играет случай и рандом. Для того, чтобы выиграть в Арсенале, вам достаточно просто первым приземляться за спиной противника и стараться как можно скорее его убить. Например, в одной из игр я трем противникам подряд оставил менее 10 хп. И что вы представляете, все эти киллы у меня успешно украли, ну и позже меня убили самого. Также отдельное внимание заслуживают некоторые оружия, которые доступны в этом режиме. Например, наш старый гранатомёт или арбалет, которых вот уже 300 лет как не существует в Фортнайте. И вот ты просто попробуй с этих двух деревяшек кого-нибудь завалить. Это просто чистый рандом. Да блин, противника с кирки легче завалить, чем с этих двух оружий. Грубо говоря, лично я недоволен этим турниром. Я ожидал увидеть классическую королевскую битву на примере предыдущего Galaxy Cup. Как же Galaxy Cup 2.0 отыграл я? Хм, ну что же вам сказать. Я его не забрал. Да, к сожалению, для того, чтобы забрать скин, мне не хватило всего лишь 6 ПТС. Как я уже вначале сказал, скин выдаётся с 280 ПТС, а у меня всего лишь 274. Здесь есть свои причины, сейчас объясню главные сложности. Во-первых, я думал, что будет типичная королевская битва. Я тренировал свой ротейт, редакт, строительство. В общем, надеялся на нормальную игру. По итогу, это оказался арсенал. А мало того, что я не был готов играть в таком режиме, так более того, это же мой самый ненавистный режим. Со второй причиной знакомы все игроки, которые присутствовали на моём стриме. Так получилось, что к началу турнира мой телефон не был заряжен на все 100%. Поэтому за 45 минут до конца турнира мой телефон начал жёстко разряжаться, и мне приходилось ждать, пока что он зарядится более чем на 15%. Мягко говоря, то на подзарядку своего устройства ушло более 20 минут. А это, к сведению, одна достаточно долгая игра, за которую я мог вполне получить пару десятков ПТС и спокойно забрать скин. Ну и последняя, третья причина, и думаю, самое главное, это то, что я проводил стрим. А насколько вы должны знать, то я не очень сильно люблю проводить прямые трансляции. Это испытывает на меня определённого уровня стресса, учитывая то, что за моей игрой в среднем следило около 100 человек, то это вообще полная жесть. После начальных каток на стриме, кстати, можно заметить, как у меня немного дрожит телефон. Это мои ляхи. Как Galaxy Cup 2.0 отыграли профессиональные игроки на Android. Тут у меня есть один подписчик, который набрал на Galaxy Cup 2.0 более чем 500 ПТС. И он поделился со мной некоторыми фишками, благодаря которым он набрал такое большое количество поинтов. Ну и, скорее всего, эти фишки также юзали другие игроки, которые набрали более чем 500 ПТС. Во-первых, это включённая автострельба. На данном турнире можно было абсолютно отключить свой мозг и просто тупо стрелять. Здесь не нужно было ни строиться, ни редачить, просто бери и стреляй куда хочешь. И как раз-таки на эту функцию и отвечает автострельба в Fortnite Mobile. Поэтому она не раз спасала жизнь моему подписчику. Ну и, во-вторых, это та самая фишка, про которую я сказал в начале. А именно, когда ты играешь полматча и видишь, что ты проигрываешь, то спокойно выходишь из катки и начинаешь новый матч. Главное, что немереное количество попыток игр на этом турнире это спокойно позволяло. Ну и, в-третьих, это обычная разминка перед турниром. К сожалению, я таким похвастаться не могу. Потому что весь день перед турниром я был занят и пришёл домой только в 8 часов. Как раз-таки перед турниром. А мне нужно было ещё стрим настроить и сделать всякие прочие дела. Поэтому, к сожалению, своим скиллом на Galaxy Cup 2.0 я отличиться не смог. Я пойму, если вы будете называть меня батом, это вполне справедливо. Жаль, конечно, что я не смог забрать скин, я очень сильно на это надеялся. Но я заметил, что много кто из моих подписчиков всё же его получил. Поэтому, если это так, то я вас категорически поздравляю. Дико за вас рад, вы молодцы. Помню, когда только начинал вести свой канал, то я был одним из лучших игроков. А сейчас, видимо, я вырастил поколение киберспортсменов, которые разносят даже меня. Это очень приятно, ребят, поздравляю. А так, даже несмотря на все изъяны этого турнира, само событие прошло на высшем уровне. Эпики всё же вспомнили, что в их игру играют и на андроид-устройствах. Сделали для нас такой крутой ивент, который хоть немного, но всё же развивает мобильное сообщество игры. Ну, а также я провёл мега-крутой стрим, средний онлайн, на котором было 100 человек, максимум 284. Это очень круто, на меня подписалось много новых людей. В общем, всё, что я хотел, я от этого турнира точно получил. Надеюсь, вы тоже. Ну, а у меня пока что для вас, ребят, это всё. Огромное спасибо за просмотр. Пишите, с какими трудностями на турнире столкнулись лично вы. И сколько ПТС смогли набрать. Также, если именно ты хочешь халявный лайк лично от меня, то обязательно в комментариях пиши слово «Киберспорт». Только так я смогу понять, что ты досмотрел это видео до конца. Ну и, конечно же, все подобные комментарии я обязательно лайкну. Ну, а по традиции, с вами, как всегда, был Матвей. Hasta luego. Субтитры сделал DimaTorzok